Ева Ардин Как выжить в новом мире или оденем даже принца? Глава первая Мы собрались здесь сегодня, чтобы заключить союз между двумя Великими эльфийскими родами Обряд единения — священное таинство Благодаря которому на свет появляются дети Голос жреца гулким эхом разнесся под сводами храма Эльфы с торжественными и серьезными минами Внимали ему, ловя каждое слово Или нет? На лице жениха было такое выражение, будто Ждет его не ночь с красавицей женой, а дорога дальняя и дом казенный Согласен ли ты, Лайонель, взять в жены Валанте? Ух ты, а ведь и правда ждет Дом казенный, а не ночь брачная Ведь эльф Лайонель — персонаж книги, которого по сюжету осудят за убийство жены Да, быстро произнес жених и в нетерпении уставился на жреца Тот не замедлил продолжить Согласна ли ты, Валанте, взять своим мужем Лайонели? Повисла пауза Жених впихнул меня в бок От резкого тычка пришлось очнуться Что? До этого момента казалось, что все вокруг всего лишь сон, фантазии из книги, которую я читала лежа на диване после работы Иначе почему я вначале наблюдала за тем, что происходит со стороны, и только теперь смотрю в полное нетерпение глаза жениха с расстояния в полметра? Как можно проснуться во сне? Еще вопрос Я что, невеста? Ага Но если это так, мне ни в коем случае нельзя замуж за Лайонели По сюжету книги Валанте убьют сразу после обряда Именно так начинается глава, которую я успела прочесть «Валанте!» — прошепел жених снова, без всякой нежности пихнув меня в бок «Говори, что должна, немедленно!» Его приказ побудил ответить, но сказала я совсем не то, чего ждали от меня все собравшиеся «Нет!» — пропищала я непривычно тихо, повторила уже громче «Нет!» «Что?» — возмутился Лайонель По толпе пронеслись шепотки, и жених притянул меня к себе и прошепел «Да что ты себе позволяешь, девка?» «Фу, как грубо!» И что только Валанта в нем нашла Ну, красивый, конечно, широкоплечий, высокий Морда смазливая, волосы золотые, глаза голубые, уши лопухи Полный эльфийский набор внешних прелестей Но характер дрянной, иначе не скажешь Даже не считая того, что Лайонель задумал Этот ушастый прыщ запудрил Валанта мозги, вынудив согласиться на замужество И планировал убить сразу после обряда, чтобы завладеть ее наследством А эльфийка Зюзи Мямля стала жертвой собственной глупости Читая книгу, я ее даже не жалела Ну, как можно быть такой тупой? Девица за всю жизнь не научилась ничему, кроме этикета и вышивания Наивно полагая, что хорошего происхождения и красивой внешности вполне достаточно для счастья Она даже магию, что есть у каждого эльфа, изучала в сугубо прикладном аспекте Как уложить волосы, нанести правильный макияж или вышить гобелен Тьфу! Но теперь-то на ее месте я И если ничего не сделать, убьют меня Умирать даже во сне категорически не хотелось Не буду сдаваться без борьбы Я огляделась, и краем глаза приметила на верхней галерее храма какое-то движение Просто отлично, наемные убийцы уже на посту По сюжету книги, знак ему Лайонель Подаст после того, как невеста станет его женой А это произойдет, если я отвечу «да» И жрец произнесет ритуальную фразу Надо просто этого не допустить Прошу прощения! Подобрав подол неудобного длинного платья, я спрыгнула с небольшого возвышения Немедленно секунды начала решительно проталкиваться к выходу из храма Судя по описаниям из книги Жизнь несчастных эльфов этого мира полна всевозможных условностей А в высшем обществе так вообще каждый чих строго регламентирован То есть именно чихать не рекомендуется Если не хочешь прослыть невежей скупердяем Который даже на целительскую магию не может потратиться Но сейчас речь о другом Если действовать достаточно быстро и нагло Никто не успеет ничего сообразить И тем более остановить меня «Валанте!» — раздался повелительный окрик жениха «Немедленно вернись!» Ах да, Лайонель же использовал на невесте старую добрую ментальную магию Чтобы Валанте точно не отвертелась от замужества Как хорошо, что на меня внушения не действуют По крайней мере, затормозить я и не подумала А продолжала обходить обалдевших от такого поведения невесты эльфов Меня никто не останавливал Большие тут храмы, но выход уже видно В дверях наметилась какая-то возня Толпа зашевелилась Странно «Его высочество принц Риан Тарин!» — раздался зычный выкрик «О, точно!» — местный принц пожаловал «Он вообще-то не совсем местный, но это сейчас роли не играет» Гораздо важнее, что по сюжету он появляется уже после того, как невеста погибла, раненная ядовитой стрелой Дальше в книге идет расследование, и все главные герои усердно ищут убийцу Находит, конечно же, и Лайонеля потом призовут к ответу за преступление Коих, к слову, немало Но мне-то какой с этого прок, если Валанта, в чьем теле я нахожусь, будет мертва Потом обдумаю то, как я тут вообще оказалась Как не вовремя явился принц, хотя по сюжету в самый раз Я продолжала целенаправленно идти на выход Теперь это было даже проще Толпа расступилась перед венценосной особой Может, мы просто разойдемся? Принц пойдет по своим делам, а я по своим Не тут-то было Двери храма распахнулись, впуская яркие лучи солнца, на миг ослепившие меня Затормозить я не успела и, не рассчитав, врезалась в широкую мужскую грудь Через которую была перекинута толстенная черная коса Ну да, эльфы же, у них и мужики любят отращивать шевелюры до бедер А меня тем временем взяли за плечи, отстранили на расстоянии вытянутых рук и придирчиво осмотрели Принцу, небось, солнце в глаза не светит, как мне Лира Валанте, услышала я приятный баритон Что случилось? Ваше высочество, прошу прощения Раздался голос с придыханием Лайонель Бежал, наверное, и запыхался, бедняга Моя невеста не в себе Сейчас жрец завершит обряд Нет, ваше высочество, это совершенно исключено Невежливо перебила я жениха Так, а теперь надо быстренько придумать причину, почему Валанте не может согласиться на то, на что уже согласилась, придя сюда Поставьте меня, пожалуйста Я поморгала, привыкая к яркому свету Принц выполнил мою просьбу и убрал руки А я попыталась сообразить, чтобы такого сказать Как назло в голову ничего не приходило Был подозрение, что с принцем простое объяснение вроде «я передумала» не прокатит Дело в том, что моя магия... Что с вашей магией, Лира? Заинтересованно приподнял брови принц Она не работает, заявила я и подняла руки Видите? И что я должен увидеть? Спросил принц Ничего, торжествующе сообщила я Магии просто нет А раз так, замуж за Лайонелем мне нельзя Ему ведь нужна полноценная жена, не пустышка В подтверждении своих слов я потрясла кистями рук Отчего с пальцев слетели несколько искор Черт, такого я не ожидала А дальше произошло невероятное Ну, не подозревала я Человек из насквозь материального мира Что, взмахнув рукой, можно сделать такое? Вся одежда на принце просто испарилась Хм, а ничего, так парень симпатичный В храме стало очень тихо Такое впечатление, что все собравшиеся разом Перестали дышать И я замерла, причем с открытым ртом При этом беззастенчиво рассматривая принца А жених-то мой не настолько красив И не так щедро, хм, одарен природой Лайонель прекрасно сложен Это да, но Риантарин, по всей видимости Уделяет много времени физическим упражнениям Иначе откуда у него такой совершенный рисунок Рельефной мускулатуры Как у какого-нибудь леопарда Который только и делает, что лазает по деревьям И прыгает оттуда на беззащитных ланей Кстати, о леопардах и ланях Принц смотрел на меня, как хищник Что раздумывает, сейчас сожрать добычу Или еще помучить По книге он парень крутого нрава И не церемонится с теми, кто вызывает его гнев Несправедливо не наказывает это, да Но я-то сейчас заслужила, как никто Опозорила венценосную особу Считай перед всем городом И что тут скажешь? Простите, выдала я и попятилась Надо использовать шанс отвертеться Если не от гнева принца, то хотя бы от брака Как видите, с моей магией что-то сильно не так Нельзя подвергать опасности моего жениха И соединять нас в обряде Отступая, я натолкнулась спиной Как раз на Лайонеля Покосившись на него, увидела, что лицо жениха Злила краска стыда Принц, что любопытно, смущенным не казался Очень мало есть личностей, которые могут Выглядеть настолько уверенными в себе Если их внезапно раздеть И выставить на всеобщее обозрение Риантарин же словно понял, о чем я думаю Разглядывая его обнаженные прелести Я едва заметно усмехнулась А потом небрежно повел в воздухе кистью Отчего вокруг него возникла непроницаемая черная дымка Она скрыла его тело от шеи до ступней босых ног Боже мой, ну как я могла сделать так Что с принца исчезло все, вплоть до обуви? Пожалуй, вы правы, Лира Валанте Вынес, наконец, вердикт Риантарин Следует разобраться с вашей магией Давно с вами происходят подобные вещи Кто-то в толпе тихонько выдохнул Выдохнул шумно Мне был недосуг оборачиваться и смотреть Кто испытал облегчение, что у Валанте Не подверглась жестокой расправе на месте Нужно было отвечать на вопрос и говорить исключительно правду Потому как принц — ходячий детектор лжи То, что произошло, полная для меня неожиданность Сказала я, заставив свой голос задрожать Но мне бы очень хотелось выяснить, на что еще способна моя магия Здесь этого делать не стоит, предостерег принц Не нужно подвергать спокойствие граждан этого города испытанием Еще большим Он посмотрел на меня и показалось, что его зеленые глаза просвечивают меня насквозь Или не показалось? Ваше высочество! — воскликнул несостоявшийся муж Валанте Поведение моей невесты недопустимо Она пыталась самовольно покинуть храм еще до вашего появления Позвольте нам завершить обряд И тогда я предоставлю ее в полное ваше распоряжение В глубине храма зашептались, но меня обеспокоило другое Наверху, в открытой галерее, что-то еле слышно звякнуло На допросе, о котором упоминалось в книге, Лайонель говорил, что подал знак наемному убийце После чего тот выстрелил Но какой знак, я не помню Лира Валанте и так последует за мной Я беру это дело под личный контроль Холодно сообщил принц, бросив на жениха такой взгляд Что попятился уже он Ваша невеста верно заметила Вы рискуете, связав себя с женщиной с нестабильной силой Ну, я готов пойти на этот риск Воскликнул Лайонель, сплеснув руками Я шел сюда, зная, что мы соединимся в обряде Увидев резкий жест жениха, я заподозрила неладное Думать было некогда Оставалось только резко отскочить и пригнуться, а потом еще раз подальше, благо нашлось куда Хорошая вещь интуиция От плит пола, как раз в том месте, где я стояла, отскочила короткая переная стрела Вдалеке что-то тренькнуло, и тут же раздался тихий женский вскрик Рядом со мной на поло села хрупкая брюнетка Из ее плеча торчала еще одна стрела «Ваше высочество!» — воскликнула девушка, протягивая изящную тонкую руку к принцу «Вот гадство! Да это же главная героиня! Один в один красавица, изображенная на обложке книги!» Они с Риантарином должны были вместе расследовать причины гибели Валанте А теперь прекрасная Мариэль Ди Готард поймала ядовитую стрелу, которая предназначалась мне «Трижды гадство!» — началась паника Народ повалил к выходу Я бросилась к девушке «Как жаль, что у меня нет эльфийской целительской магии! Как ей помочь?» «Так, стоп! Магия жизни ведь есть у принца!» Я нашла его взглядом Риантарина взяли в кольцо несколько эльфов, наверное, и телохранителей Миловидный парень со смоляными кудрями взмахнул руками И принца со свитой накрыл полупрозрачный темный купол Двое обнажили клинки, недовольно полыхнувшие красным светом И выискивали взглядами угрозу «Лярин, стреляли с галереи!» — произнес принц Кудрявый парень кивнул и тут же бросился сквозь толпу Ловко огибая спешащих на выход эльфов «Я помогу ему!» — воскликнул Лайонель И отправился вдогонку Похоже, наемник уйдет, как и мой несостоявшийся муженек Но сейчас это не важно Времени думать снова не было Если Мариэль не исцелить немедленно, она умрет А этого нельзя допустить У них с принцем по сюжету должна случиться жаркая страсть Да и наверняка свадьба в конце книги Значит, зачем было изображать их, как парочку на обложке? «Ваше высочество, настреляй яд!» — воскликнула я, подхватив красавицу и призывно глядя на принца «Прошу, исцелите девушку!» Риантарин оказался рядом, проигнорировав протесты своей охраны И осторожно принял у меня из рук Мариэль От его пальцев, когда он ощупывал ее плечо, полился мягкий зеленый свет Вовремя глаза девушки уже закрылись, а по лицу разлилась смертельная бледность Только бы успеть Кажется, я громко выдохнула вместе с Мариэль, когда ее веки, наконец, затрепетали И она открыла бездонные голубые глаза И впрямь красавица, каких мало Особенно, когда вот так улыбается Сейчас принц держал ее на руках, героически вырвав из лап смерти Я умилилась, а потом мысленно дала себе оплеуху «Чего стою? Кого жду?» Раненых, слава богу, больше не было Не пора ли мне пройти на выход? Делать тут все равно больше нечего А принц как раз отвлекся, что хорошо Но я успела сделать всего несколько шагов «Лира, Валанта! А куда это вы собрались?» Догнал меня голос Риантарина в спину «Вам опасно ходить одной!» Я замерла, а потом медленно обернулась И уперлась взглядом прямо в темный туман «Это у нас, моей милостью, теперь наряд принца, скрывающий его рельефную грудь Так же, как и прочие прелести» А Риантарин, как выяснилось, стоит прямо передо мной «Откуда вам было известно про яд?» Резко спросил он «Так, девушка побледнела и закрыла глаза Хотя стрела водилась всего лишь в плечо, — быстро произнесла я, найдя взглядом Мариэль Она стояла, поддерживаемая эльфом, и свиты принца И как-то недобро сверкала на меня голубыми глазами «Валанта! А почему ты назвала меня девушка?» — удивленно воскликнула Мариэль «Ты забыла мое имя?» Принц с неподдельным интересом и подозрением уставился на меня И это было непросто вынести Его взгляд давил, как свинцовое одеяло Пригибал к земле и действовал так, что хотелось сказать и сделать что угодно, только бы это прекратилось Разновидность ментальной магии его семьи Он сейчас использовал право власти, данное ему статусом, чтобы добиться от меня Чего, кстати? «Что вы скрываете, Ира Валанта?» — спросил Риантарин «У меня появилось неодолимое желание тут же выложить принцу все, что я знаю О покушении, о Лайонелле, о сюжете книги, о себе, а может и правда это сделать?» Но, открыв рот, чтобы сообщить, что я не Валанта, я обнаружила, что не могу произнести ни слова Словно спазм какой-то на горле Я что теперь, совсем говорить не смогу? Раньше же прекрасно получалось «Я жду ответа, Леира Валанта», — сказал принц, когда пауза слишком затянулась «Я молчала», — Риантарин провел рукой перед моим лицом и произнес «Любопытно, в таком случае мы с вами побеседуем в другом месте Эрден!» «Проводишь Леиру в резиденцию первого дома?» «Да, ваше высочество», — откликнулся эльф из свиты принца А потом наверху в галерее что-то взорвалось Нас с принцем взяла в кольцо его свита Над головой возник все тот же темный купол А Риантарин отступил от меня, прикрыв глаза Его лицо приняло отстраненное выражение За куполом ничего не происходило Все эльфы, пришедшие в храм на церемонию обряда единений, уже сбежали Даже главной героине и след простыл На галерее, где прятался наемный убийца, на первый взгляд было пусто Только кружились в воздухе сверкающие искры, будто кто-то поднял в воздух золотую пыль «Ваше высочество, тот, кто стрелял, ушел», — раздался голос вернувшегося кудрявого брюнета из свиты принца За ним следовал мой женишок Он отбросил нас с Лайонелем, взорвав хлопушку Потом использовал камень силы и открыл портал «Да, я уже понял по выбросу силы», — сказал принц, открыв глаза «Мне не удалось отследить точку выхода из портала Ты ранен, Леорин?» «Все в порядке, Ваше высочество», — ответил парень, чья левая сторона лица была залита кровью из длинного пореза на скуле «Просто царапина» «Вижу», — принц нацелил на Леорина палец, из которого вырвался сгусток зеленого огня Необычный фаерболл коснулся щеки парня и растекся по коже изумрудным сиянием Порез тут же затянулся «Ух ты! Он и на расстоянии умеет исцелять, об этом в книге не было» «Вообще, когда видишь такое лечение воочию, это впечатляет Вот бы мне на земле подобную силу» «Благодарю, Ваше высочество», — склонил голову Леорин «Отправляемся на поиски наемника», — велел принц Он вдруг обернулся ко мне и задумчиво произнес «Камень силы, хлопушка, вышедшие из-под контроля магии и покушение Подобные артефакты делал ваш отец, Леира Валанта У нас с вами выйдет очень занимательный разговор, когда я вернусь» Я вздрогнула, снова ощутив на себе силу взгляда принца Но Реантарин на этот раз не стала ждать ответа, а развернулся и вышел из храма «Интересно, он так и будет ходить по городу в одном лишь темном тумане?» Но долго представлять голого принца не получилось Меня взял под локоток Лайонель «Идем-ка, дорогая невеста, я тоже хочу тебе многое сказать» Он сильно до боли и наверняка до синяков сжал мою руку и повлек к выходу Но не дальше Эльф из свиты принца остановил нас на пороге храма и сообщил, указав на черную закрытую карету Украшенную сверкающим зеленым вензелем «Его высочество приказал доставить Лииру Валанте в резиденцию первого дома «Вы можете сопровождать невесту» Он распахнул перед нами двери кареты, предлагая забраться внутрь Женишок скрипнул зубами, стиснул мою руку так, что я едва не заорала и неохотно подтолкнул к карете «Что ты устроила, Валанте?» — прошепел Лайонель, едва мы оказались внутри Отвечать, слава богу, не пришлось За нами в карету забрался Эльф из свиты принца «Скажите, Лиир Эрден, позволено ли будет нам по пути заехать переодеться?» — обратился Лайонель к нашему сопровождающему «Я обязан доставить в резиденцию первого дома Лииру Валанте», — ответил Эрден «Вы же вольны отправляться куда пожелаете» «Я не покину невесту» К слову, одет мой жених был в ритуальную тунику, эдакое подобие платья без рукавов и сандалии Штанов к такому наряду не полагалось «Может, ему неудобно?» — «Ну да, без карманов-то не спрячешь ни камень силы с порталом, ни, как там принц сказал, хлопушку» Полагаю, именно эта штука взорвалась на верхней галереи А мне настало время наконец-то обдумать то, что произошло И первое, что озадачило и пугало до дрожи, это то, что я воспринимала все происходящее как реальность Неужели я действительно каким-то образом попала в книгу, которую читала перед сном? Внезапно карета покачнулась, а почти тут же на нее обрушился невероятной силой удар Меня бросило вперед на Эрдена На нас посыпались осколки разбитых стекол Эльф-сопровождающий что-то произнес, отчего нас с ним словно ватным одеялом обернуло А рядом что-то упало, щелкнуло, и все пространство вокруг заволокло густым, ядким дымом И кому настолько мешает Валанте, что ее так упорно стараются убить? Пришла отстраненная мысль, а потом я потеряла сознание Глава вторая Кто же пытается вас убить, Лира Валанте? Услышала я эхо собственных мыслей сквозь сон Голос принадлежал принцу Сон? Опять все тот же? Я попыталась пошевелиться Тело не слушалось, руки и ноги налились свинцовой тяжестью А сверху, казалось, давит бетонная плита Даже дышать удавалось с трудом Почему она не приходит в себя? Спросил Лайонель Что любопытно, беспокойство в голосе жениха было искренним Ах да, если я умру, не выйдя за него замуж Наследство Валанта уплывет мимо его носа Возможно, ваша невеста пострадала сильнее, чем мне казалось Сказал принц Я почувствовала легчайшее прикосновение к груди По телу будто прошел солнечный луч И дышать сразу стало легче Я исцелил тело Валанта от последствий ядовитого дыма Но, по всей видимости, нужно еще очистить ее легкие Ваше высочество, я приношу извинения за, возможно, несвоевременность моих слов Произнес Лайонель Но все же я осмелюсь сказать, что Валанта – молодая незамужняя аристократка Не мне напоминать вам, что пребывание в таком статусе для юной Элииры недопустимо Именно поэтому так спешно было принято решение о заключении нашего брака Хотя срок траура по отцу Валанта еще не вышел Наследие гениального мастера-артефактора не должно попасть ни в те руки Вы поэтому так хотите взять ее в жены? Я не видела лица принца, но по голосу поняла, что он усмехнулся Все дело в наследии ее отца Как вы могли подумать такое? – воскрикнул Лайонель Мы с Валанта обручены уже тридцать лет Наш союз запланировали еще наши родители А женишок молодец, абсолютно правильно отвечает Понимает, что принцу лгать нельзя Ну же, Риантарин, задай ему вопрос о том, как он ко мне относится Но принц, к моему великому сожалению, сказал совсем другое Мне известно, что вы знакомы много лет Сейчас, после смерти отца Валанта, ценность его артефактов возрастет как никогда Вы будете весьма состоятельны, Лир Лайонель Когда присоедините дом Дивитари к своему Вы правы, ваше высочество, но верно и другое Нужно выдать Валанта замуж Она женщина и не может управлять эльфийским домом К тому же ее долг родить детей Чтобы хотя бы в них проявился дар ее отца Моя кандидатура лучше любой другой Потому что сам Лир Дивитари одобрил ее Печально, но Лайонель говорит все правильно Валанта совершенно не интересовалась тем, чем занимался ее отец А он, между прочим, был талантливым мастером-артефактором И создал много вещей, которых этот мир раньше не видывал Именно завладев его наследством, мой женишок и получил в руки силу И возможности для захвата власти А еще у эльфов женщин меньше, чем мужчин И благородные девушки обязаны создавать семьи и рожать детей Вроде бы это даже прописано в законах Ваша кандидатура в качестве мужа Валанта и так на первом месте Сообщил принц Как только я выясню, что не так с магией юной Лиры Она выйдет замуж А сейчас вы свободны, Лир Лайонель Мне нужно поговорить с вашей невестой Вы собираетесь беседовать с ней здесь? С плохо скрытым негодованием в голосе уточнил Лайонель В спальне? А вы что-то имеете против присутствия целителя у постели больной? Холодно поинтересовался принц Лира Валанта пострадала И ей пока что вредно передвигаться Послышалось возмущенное сопение И Лайонель так и не решился ничего возразить принцу Раздался шум шагов, а потом звук открываемой двери В наступившей тишине особенно громко прозвучал голос принца Я знаю, что вы не спите, Лира Валанта Можете открыть глаза Я последовала совету Что приятно удалось не только осмотреться, но и привстать на широкой постели Комната была оформлена в розовых тонах Именно этот цвет предпочитала Валанта в интерьере Это ее спальня? Получается, меня привезли не в резиденцию первого дома? Принц восседал в кресле возле кровати И разглядывал меня с неподдельным интересом Что хорошо, Риантарин был нормально одет Или нет? Странно, но в области груди и живота его белая туника Словно бы истончалась и превращалась в легкую дымку Сквозь которую просвечивало загорелое тело Это не одежда, а ее иллюзия И принц по-прежнему голый Ну да, и он пришел в спальню к незамужней девушке И что бы там Риантарин не пел Лайонелю про больных Оцелителей По эльфийским меркам это вопиющее нарушение нормы Этикета Любопытно, произнес принц Судя по вашему внимательному взгляду на мой живот Вы видите сквозь иллюзию высшего порядка А по моим данным у вас ли и Раваланта Нет и никогда не было таких способностей Добавим к этому два покушения, использованные наемниками артефакты Кое изготовил никто иной, как ваш отец Я очень хочу услышать, что вы на это скажете Не знаю, что сказать, ваше высочество Хрипло произнесла я и закашлялась Горло снова сдавил спазм, мешающий говорить По телу прокатилась волна слабости и пришлось откинуться на подушке В таком случае попробуйте отвечать на вопросы Ничуть не смыслся принц Вы находитесь под чьим-то ментальным принуждением? Насколько мне известно, нет, ваше высочество Ответ вырвался как-то сам собой, без моего контроля Жаль, что Риантарин именно так сформулировал вопрос Если бы он спросил, применял ли кто-то на мне ментальную магию Можно было бы смело отвечать «да» И сдавать Лайонеля со всеми потрохами И прости-прощай, жених Хотя замуж меня должны отдать в любом случае И принц наверняка просто выберет другого эльфа на эту роль Пока я вас лечил, обнаружил нечто интересное в вашем ментальном поле Сообщил принц И наложил на вас заклинание истины временного действия Вы ведь согласны поговорить со мной откровенно? Разумеется Еще бы, я была против Принца мне отказывают Хорошо, что он хочет получить от меня только информацию А не что-то более интимное Хотя, что может быть интимнее того, что в этом теле живет другая душа? Или я все же сплю? Как разобраться? Может, как раз с помощью Риантарина получится? Вам известно, кому ваш отец продавал артефакты? Спросил принц Нет, я никогда не вникала в его дела Ответила я И снова слова вырвались прежде, чем я успела подумать Это так заклинание действует? У него были контракты с теми, кто служит темному богу? Спросил Риантарин Я не знаю И снова правда Валанта не интересовалась, с кем общался отец А в книге описывались лишь артефакты Ведь на момент начала повествования Глава дома Дивитри уже погиб Кстати, как раз от одного из своих творений Экспериментальный образец взорвался внутри К окону защитных заклинаний Превратив в пыль Все, что находилось в лаборатории на тот момент Что вам вообще известно о культе темного бога? Вы как-то связаны с его служителями? Нет, никак не связано Я знаю об этом только общеизвестные факты Против распространения культа темного бога борется правящий дом Почему? В книге упоминалось, что последователи магии смерти Едва не уничтожили целый мир Как раз тот, откуда родом Риантарин Колыбель эльфийской цивилизации Эта история, а также то, как встретились родители принца Описывалось в другой книге, которую я так и не прочла Что поделать, не люблю приключения со спасительными миссиями Мне больше интересна любовная история Хорошо, сообщил принц и повел перед моим лицом раскрытой ладонью Коротко полыхнуло зеленым светом В таком случае поговорим о вас, Лейра Валанте Давно у вас проявилась такая интересная магия Какую вы продемонстрировали всем прихожанам в храме Принц усмехнулся Он по-прежнему не выглядел смущенным И, похоже, воспринимал эту ситуацию как забавную, а не оскорбительную Кстати, выходит, он до сих пор без одежды, раз упомянул иллюзию высшего порядка И сидит голый, хм, задницей в кресле Тогда это было впервые, и то, что произошло, было полной для меня неожиданностью Да, я именно так и понял, по вашей реакции, согласился принц У вас живая мимика Лейра Валанте Что любопытно, ведь обычные женщины вашего круга более сдержаны в том, что касается внешнего проявления чувств Вопроса на этот раз не было, поэтому я промолчала Что тут скажешь? Многие эльфы, особенно аристократы, и правда демонстрируют эмоциональный диапазон мороженых селедок Но появление стрелка на галерее неожиданностью для вас не явилось? Задал следующий вопрос принц Он кивнул своим мыслям и продолжил Вы не только поняли, что стрела предназначалась вам, но и предугадали, что она окажется ядовитой Откуда вы это знали? Я честно попыталась ответить Не вышло Слова рвались наружу, но их что-то сдерживало, отчего стало больно, как никогда в жизни По телу прошла судорога, меня выгнуло, и сознание заволокла черная пелена Из груди рвался крик, но сверху опустилась неимоверная тяжесть и перестала хватать воздуха, даже для дыхания Я боролась, пыталась убрать с шеи то, что ее сдавило Руки прошлись по чьей-то горячей гладкой коже, а потом все внезапно прекратилось Спокойно, Лира Валанте, раздался над духом ровный голос принца Сейчас вам должно стать легче Я открыла глаза, поморгала, горло ссаднило, но боль постепенно стихала Неудивительно, ведь все мое тело было объято зеленым светом, и это, по идее, проявление целительской магии принца Сам же Риантарин... Хм... Стало понятно, почему так тяжело Принц буквально лежал на мне, сжимая запястье, закинутые за голову одной рукой, и заблокировав своими бедрами мои ноги Вторая его рука лежала у меня на шее Как вы себя чувствуете, Лира Валанте? Говорить можете? Да, пробормотал и я, уставившись в глаза принца с расстояния в десяток сантиметров Какой интересный цвет, как у весенних листочков У вас были судороги А еще вы пытались расцарапать себе горло и грудь, пояснил принц Не торопясь менять положение и выпускать меня А он тяжелый, между прочим, и голый Что любопытно, это его иллюзия одежды всего лишь иллюзия То есть, если принца потрогать, никакой ткани на нем не обнаружишь Вы не могли бы, пробормотал и я, пытаясь восстановить способность говорить Получалось плохо Да и голова, неважно, соображала Что, Лира Валанте? Уточнил принц Я попыталась пошевелиться, но под тяжестью мужского тела это было сложно Удалось высвободить одну ногу Но все, что я сумела в итоге, это немного согнуть ее в колени Получилось так, что я прижала ее к бедру принца Более двусмысленную ситуацию придумать сложно Риантарин, видимо, решил так же, потому что начал освобождать меня Он убрал пальцы с моей шеи и перестал удерживать запястье, позволив опустить руки Принц немного отодвинулся, опираясь на локти, а я в этот момент решила приподняться И мы оказались нос к носу А я вдруг поняла, что свадебная туника сшита из очень тонкой ткани Да и белье, что на мне, ей подстать его почти не ощущаешь По крайней мере, мужчина, который прижимал меня к кровати Не страдал отсутствием чувствительности, и его тело отреагировало соответственно А мне внезапно стало жарко Ваше высочество, вы не хотите встать с меня? Неловкая ситуация Хотя я, взрослая женщина, прожившая жизнь в нашем мире, воспринимала ее, скорее, как пикантную А что, молодой красавчик, по моей милости лишенной одежды и вынужденной прикрываться иллюзией, теперь наверняка смущен своим положением Ведь он — дитя своего мира Аристократы здесь скованы условностями, так что даже вздохнуть лишний раз боятся Или не все? Оценив изменившееся дыхание, расширенные зрачки, чернота которых залила всю радужку Я поняла, что парень вовсе не смущен, а полностью готов, так сказать, повернуть ситуацию к нашей обоюдной радости Вам ответить правду ли, Ира Валанте? — поинтересовался принц И тут же выдал Нет, не хочу, но, по всей видимости, придется Он привстал, одновременно с этим я попыталась пошевелиться, страниться Случайно двинула к коленам куда-то не туда, и мы оба рухнули на постель Лицо принца, ах, снова неловкость, уткнулось в мое декольте Виантарин сдавленно зашипел, но, боюсь, это был совсем не возглас восторга и его оценка встречи с моим коленом А потом наши увлекательные барахтанья в постели грубо прервали Дверь распахнулась, шумно хряснув о косяк Секундная пауза, и над головой раздался возмущенный вопль Валанта Дивитери, что ты себе позволяешь? Как ты могла опозорить честь нашего рода? Я тихонько вздохнула Просто прекрасно Никого не волнует, что девушку отравили, принесли беспомощную, лечили в постели Да и вообще меня не спрашивали, хочу ли я остаться наедине с принцем, пусть даже и целителем Лайонель уж настолько гад и тот пытался возражать, когда Орианторин выставил его за дверь Ну вот, пожалуйста, я опозорила честь рода Кто, кстати, меня обвиняет? Повернув голову, я увидела статного платиного блондина с глазами цвета ртути Его лицо было перекошено от гнева, и вся фигура лучилась праведным возмущением Ваше высочество, хэ-эм, проблеил Лайонель Жених маячил за спиной блондина и тоже демонстрировал лицом все оттенки негодования Интересны у вас целительские приемы, не слышал о подобном методе помощи больным Принц, кстати, уже оказался на ногах и принял вид серьезный, надменный Одежда его выглядела безупречно Ни следа прорехали складочек, и не заподозришь, что это иллюзия Вы, если не ошибаюсь, приходитесь родственникам покойному Девитари, обратился он к блондину Как ваше имя? Крионарди Леони, с достоинством ответствовал эльф Ваше высочество, при всем уважении вы должны понимать То, чему мы только что были свидетелями, недопустимо Вы были свидетелями недоразумения, не более, жестко произнес принц Честь и достоинство юные валанты не пострадали Слово первого дома Новоявленный родственничек уставился на принца, пытаясь, похоже, передать свое возмущение еще и взглядом Но пороха у него не хватило Он почти сразу опустил голову и произнес Рад это слышать Узнав о том, что произошло сегодня в храме, я посчитал своим долгом явиться сюда, чтобы принять опеку над юной валанты Она одна, без мужа, с нестабильной магией, ей необходимо мужское покровительство И теперь особенно важно, чтобы мы с валанты как можно скорее сочетались браком, завел старую шарманку Лайонель Я, наконец, справилась с неловкостью налитых тяжестью рук и ног и смогла встать с кровати Не пора ли поучаствовать в диалоге, а то не успею оглянуться, как окажусь замужем, а там и до отравленной стрелы недалеко Или чего похуже, думаю, арсенал у наемников богатый Терять все равно нечего Ваше Высочество, Леиры, обратилась я к собранию Я, как и вы, весьма обеспокоена сложившейся ситуацией Но моя магия слишком нестабильна Да и физическое состояние оставляет желать лучшего Ваше Высочество, посмотрев на самого авторитетного эльфа, я добавила умаляющих ноток в голос Мне необходимо хотя бы несколько дней, чтобы прийти в себя Думаю, в это время мне лучше всего уединиться в доме Чтобы не подвергать никого опасности Ваши слова имеют смысл, Леиры Валанте, сказал принц Но вам нужна защита, ведь на вас было совершено покушение Первый дом предоставит эту защиту Благодарю, Ваше Высочество, наклонила голову я И уже собралась облегченно выдохнуть, как принц добавил Я пришлю к вам магистра, который поможет разобраться, что произошло с вашей магией Не печальтесь, Леиры Валанте Скоро вы снова пойдете в храм А сейчас отдыхайте Леир Лайонель, Леир Крионар, следуйте за мной С этими словами принц развернулся и вышел из комнаты Но спустя пару мгновений из гостиной я услышала вопрос Что это? Куда ты это несешь? Послание для Леиры Валанте, отвечал тонкий женский голосок Только что доставили Выйдя из спальни, я застала следующую картину Риантарин, прикрыв глаза, водил рукой над конвертом, лежащим на серебряном подносе Спустя пару секунд он посмотрел на меня Я на всякий случай проверил Магии в письме нет, восстанавливайтесь, Леиры Валанте Всего доброго Служанка, присев в реверансе перед принцем, принесла поднос мне А я перехватила взгляд Лайонеля, полный негодования Он поглядел на меня, потом на письмо И, судя по виду бывшего жениха, был готов тут же броситься к конверту и отобрать его у меня Но, конечно, не смог этого сделать Принц позвал его и моего родственника следовать за собой Я подавила непрошное желание показать жениху язык и взяла конверт Что же там настолько ценного росла, Лайонель, так хотел его заполучить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok